Друзья, всем огромный привет из парка Львов Тайган. И в этом ролике полюбуемся на львиное царство Тайгана. Вот, друзья, Любаша с Чуковичем тут, молодым, крутит любовь. Она вообще баловница такая судьбы с прошлого сезона. В ее распоряжении такой вот гарем таких красавцев, что Любаша только выбирает. Ну а Чук, Чук продолжает по Любаше скучать, тосковать и не отходит от вольера. Вот уж любовь так любовь. Напомним, друзья, что в прошлом сезоне Чук тоже долго и как бы не один месяц тоже с Любашей гулял. Специально ее заводил в этот вольер, когда двери были открыты. Они гуляли и в саванне, и здесь. Но все-таки Любаша или Чук тогда немножечко устал ухаживать за ней. Или все-таки молодые ребята. Но потом она завела романчик уже с другим. Потом опять же, почему Чука пораньше выпустили, потому что Чук решил вновь завоевать сердце Любаши. И там начались такие стычки у них. И Чуку доставалось. Фингальчики у него вновь появились новые. И Дейлу перепало. И вот пришлось отсадить и Чука, и Дейла из вольера. И теперь здесь Любаша осталась одна с тремя львами из главного прайда. И чувствует себя здесь настоящей царицей. Вот так вот. Ну что ж, друзья. Саванна огромная. Саванна ждет. Кстати, друзья, действительно смотришь на огромную саванну. Но самый большой, вы знаете, где зоопарк в Европе? Это берлинский. Берлинский зоопарк. 160 гектаров. Причем в Берлине два зоопарка. 160 гектаров это восточный Берлин. Когда вот Германию после Второй мировой войны разделили на две части. В западной части Берлина был самый старейший зоопарк в Европе. А вот, друзья, Симон. Здесь у него три красавицы. И спят, что называется, без задних ног. Так вот, друзья, и в восточном Берлине тогда здесь та часть Берлина, которая перешла к ГДР. И там тоже построили зоопарк. На месте парка огромный зоопарк. 160 гектаров. Но когда Германия воссоединилась, уже после перестройки в Советском Союзе, когда Михаил Горбачев пошел навстречу пожеланиям немцев, и не стали они, не стали закрывать ни один из зоопарков в Берлине. Так там два зоопарка и по сей день. А вот, друзья, наша Белая Гвардия. Вот они, два брата. Они в последнее время вместе лежат, но сейчас в данный момент немножечко поодаль друг от друга. Чип и Дейл. Эти ребята, они как и Чук, сейчас ветераны Крымской Саванны. Уже с 2015 года. Здесь мы их наблюдаем регулярно. И влюбились в них, друзья, конечно, полюбили их. Эти два красавчика, несмотря на то, что характер у них такой неоднозначный, в отличие от мудрого Чука, который, как говорится, артист, играющий положительные роли. То Чип и Дейл, они два забияки. Ну, Чип такой попроще. А Дейл тот любил плести интриги в свое время. Ну, сейчас, конечно же, уже остепенились. С годами пришла мудрость. И Дейл тоже понял, что лучше жить без интриг, спокойнее и совесть, как говорится, чище. Вот, лежат красавчики на зеленой травке. Саванна, конечно бы, в Саванне хотелось побольше дождей. С дождями, друзья, в Крыму этой весной совсем плохо. Мы видим, что в мае обычно там такая уже трава была в Саванне, что ого-го. А в этом году, увы, нет. Потому что очень мало дождей и уже даже некоторые две реки в Крыму уже пересохло. Вот, вот, вот наш Аслан. Красавец такой. Такая у него грива. У него вся внешность мачо. Потому что у львов темная грива – это признак такой мускульности, что лев, значит, обладает большой силой самца. Но почему-то Асланчик не спешит эту силу демонстрировать. И видим, что львицы его, в отличие от львиц из соседних вольеров, не очень-то уходят в декрет. Вот так вот, друзья, наши белые братья Чип и Дейл думают, ну, Асланчик, ты бы хоть нас позвал, что ли, на подмогу. Мы бы там быстренько помогли еще парку Львов-Тайган обзавестись белыми левиатами. Хотя вот если у тигров белые, когда с рыжими спариваются, в помете часто белые. А вот когда львы белые и львицы рыжие, то редко белые. Но вот у Лолы с Каем получилось. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой, вам за ваши лайки и комментарии. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. И, конечно же, делиться ссылочками на наши видео на своих страничках в социальных сетях. Всем мира и добра!